Свыше 100 фермерских хозяйств Западно-Казахстанской области закупили в этом году солнечные генераторы. В отдаленных сельских районах оборудование для использования солнечной энергии это возможность создать более комфортные условия в отдаленных точках выпаса скота. Мои коллеги побывали в Тайпакском сельском округе Акжейского района, где семьи бахчеводов уже пользуются зелеными технологиями. Подробнее в материале Батогос Базарбаевой. Так начинается утро сельских тружеников. Пастухи угоняют на пастбище овечье стадо. Хозяйки приступают к дойке кормилец буренок. Акзила Ажев в свои 80 остается хранительницей домашнего очага большой семьи. Доит коров, готовит еду для внуков, лепит курт. Приготовленный из домашнего молока – это вкусный и полезный перекус для детворы. Мне уже 80 лет, я воспитала десятерых детей. Сейчас со мной семья младшего сына. Невестка уехала в город рожать. Летом все мои внуки приезжают навестить. Дети здесь работают. Пока есть силы, помогаю по дому. В свободное время семья собирается у телевизора. Следят за событиями в стране, смотрят новости. Электричество для бытовой техники и освещение генерируют солнечные панели. Здесь у нас семейное хозяйство. Есть подворья, выращиваем бахчевые. Здесь трудимся все братья. Тут и родительский дом. В этом году мы решили поставить солнечные панели, чтобы в доме было электричество. В сельском округе 89 субъектов предпринимательства, причем 76 из них – фермерские хозяйства. Занимаются здесь в основном бахчеводством. Отсюда в Ураск поставляются самые вкусные арбузы и дыни. Местные бахчеводы стали применять систему капельного орошения. Это позволило повысить урожайность полей. А солнечные генераторы в этом году закупили еще два фермерских хозяйства. В целом в регионе альтернативным источником энергии пользуются около 250 хозяйств. Если стоимость оборудования превышает 2,5 миллиона тенге, государство возвращает 80% расходов. По программе субсидирования инвестиционных вложений местным фермерам выплачено в этом году около 300 миллионов тенге.